Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковин, и сегодня у нас 23 апреля, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. На мой взгляд, на минувшей неделе Украина фактически одержала победу в войне против Российской Федерации. Пока эта победа из мира идей, она потенциальная и чисто арифметическая, но открутить ситуацию назад уже практически невозможно. Украина, украинская победа неизбежна и фактически она без вариантов наступит, причем я даже рискну предположить, что это произойдет, официальная победа-победа будет уже в 25 году. Ну а Россия на минувшей неделе, напротив, лишилась очень хорошей возможности, если не полностью разбить Украину, то добиться действительно серьезных, существенных успехов военного свойства на фронте и заставить Киев подписать перемирие какое-то на своих условиях. Однако, прежде чем мы перейдем вот к этой важной, самой главной теме выпуска, я хочу прокомментировать несколько других интересных новостей, которые случились на этой неделе. Ну, первая новость о том, что в России отменено шествие так называемого бессмертного полка. Это когда люди, родственники людей, погибших во время Второй мировой войны, выходили на улицы 9 мая и несли на таких палочках фотографии своих погибших родственников. Это как бы было призвано символизировать единение народа и что типа никто не забыть, ничто не забыто. Но сейчас в России задача стоит перед властями прям противоположная. Забыть, что кто-то был убит и забыть, что вообще идет война. Поэтому, собственно, возникли очень большие опасения, что на улицы российских городов массово выйдут люди с портретами родственников, убитых не в 1940-х годах, а в войне уже против Украины. То есть, вот последние вот эти убитые. Поскольку жертв войны против Украины в России уже несколько сотен тысяч, что может получиться очень неприятная для власти картинка, телекартинка бесконечного моря так называемых санитарных потерь. И что вот это море, такими улицами превращались бы в реки, площади в озера и заливало это все российские города. Понимаете, даже 100 человек, вот если их вооружить этими палочками с фотографиями, это много. А в областном центре, в любом российском, сейчас на улице могут выйти 10-15 тысяч людей с фотографиями убитых на уже нынешней войне родственников. И это будет, конечно, скандал диверсии. То есть, вся Россия узнает и поймет, сколько на самом деле жертв. Там же сейчас как бы официально жертв нет. Путин говорит, да, какие-то санитарные потери малюсенькие. То есть, это было бы просто идеологическая диверсия. Решили нафиг это отменить, запретить. Точнее как, пока отменить. Но я не удивлюсь, если вот этот бессмертный полк будет уже не просто отменен, а категорически запрещен. Потому что, вы все представляете, какой это удар будет по официальной пропаганде, официальному нарративу, что потери нет или потери минимальны. В общем, поскольку потери в российской армии действительно большие и продолжают расти, об этом я еще расскажу, то решили это дело отменить, чтобы, как говорится, не будить лихо. Ну и что касается потерь. Еще одна новость очень важная. Невосполнимая потеря или утрата может постигнуть в недалеком будущем Владимира Путина. Об этом пишет новая газета Европа. По информации этого издания Рамзан Кадыров, чеченский падишах, вроде как умирает уже. Почему? Потому что ему в 19-м году еще поставили диагноз некроз поджелудочной железы. То есть, его поджелудочная железа потихонечку отмирает. Жить без поджелудочной железы человек не может. Спросить можете у Стива Джобса, который умер по аналогичной причине. В общем, сейчас уже по информации новой газеты Европы, Рамзану Кадырову Кремль ищет замену. Сам Кадыров продвигал своего малолетнего сына Адама. Помните, несколько недель в прошлом году Кадыров лежал в центральной клинической больнице в Москве. Ему там делали пересадку почки от его же, от кадыровского дяди. Дело в том, что тогда на тот момент Кадыров перенес ковид. У него начали отказывать разные органы. Например, эндокринная система, по данным новой газеты Европы, у него практически полностью развалены. С почкой тоже начались проблемы. Тогда он мог умереть. И вот тогда начались вот эти продвижения странные. Его сына Адама, который избил там какого-то русского парня в тюрьме. Который парень сжег Коран или пытался сжечь Коран. Какая-то странная история. В общем, за то, что Адам Кадыров избил этого парня, его стали награждать. Какие-то должности ему присваивать. Родена, медали и так далее. То есть Кадыров, очевидно, совершенно хотел своему сыну оставить место падишаха Чечни. То есть нагреть сыну место. Но, судя по всему, в Кремле решили, что Адам-то этот уж совсем бестолковый. Но он правда какой-то такой странноватый хлопец. И Кремль сейчас начал двигать на место Кадырова другого человека, тоже чеченца. Апти Алоудинова. Это один из руководителей подразделения Ахмат, в котором служат, кстати, не только чеченцы. Там только офицеры чеченцы, обычные солдаты все русские. Ну, у Апти Алоудинова есть боевой опыт. Его вроде бы как уважают другие командиры там на поле битвы с российской стороны. И он, в общем, у него есть верные ему боевики и так далее, и так далее. То есть вот он такой полевой командир с большим опытом. И, конечно, на роль руководителя настолько сложного региона, как Чеченская Республика, он подходит гораздо больше, чем тот же Адам Кадыров, который не умеет вообще ничего. Кроме как бить связанного человека. То есть смотрите, какая ситуация. На данный момент состояние Кадырова пока не очень ясное. Он сам опубликовал довольно смешное видео у себя ВКонтакте, где малюсенькие гантельки какие-то поднимают, типа я в порядке. Но даже на этом парадном видео заметно, что он человек уже больной, причем тяжело больной человек. Так что есть не нулевая вероятность, что в ближайшем будущем или в какой-то обозримой уже перспективе Рамзан Кадыров склеит ласта. И это еще и потому, что у него, конечно, нет прямого доступа к самой передовой западной медицине. Может, его там на западе могли бы откачать. Но если им будут заниматься российские врачи, то это сильно маловероятно. В общем, о чем это говорит? О том, что в Чесне в некоторой обозримой перспективе возможно начало мощного передела власти. Там все эти кланы из Кадыровских кланов и другие разные будут, конечно, мочить друг друга в надежде на то, чтобы заполучить власть. То есть я с трудом себе представляю ситуацию, когда клан Кадырова скажет, ну раз Апти Алаудинов будет начальником, то ладно. Тогда типа нам сдадим ему все наше богатство, все наше влияние и все-все. Нет, конечно, они будут сражаться за свое влияние и так далее. То есть там может начаться какая-то внутренняя заваруха именно в Кадыровской, внутри Кадыровской элите. Вы понимаете, они там все такой серпентарий единомышленников. Ну а для Чечни это будет означать, что возможно даже там появится какая-то надежда на свободу, на отделение от Российской Федерации. Ну а для самой Российской Федерации ей придется либо признать отделение Чечни, либо, скорее всего, тратить огромнейшие ресурсы на ее удержание в составе России. И в любом случае для Украины это может быть все очень-очень хорошо, поэтому с большим терпением ждем развития этого сюжета. Как говорят врачи, в анекдотах надежда есть, смотря на что. Ну и еще одна новость. На минувшей неделе в Севастополе был поврежден и затоплен корабль «Комунна». Это самый старый корабль Черноморского флота, ему внимание 117 лет было. То есть его еще при царе-батюшке построили, получается. Ну не бог весь какой корабль, конечно, его основная задача была поднимать и переворачивать затонувшие подводные лодки. То есть он такой вспомогательный корабль. Но все равно в любом случае Украина продолжает традицию по уничтожению как минимум одного корабля Черноморского флота в месяц. Я уже боялся, что вот в апреле ни один корабль не будет утоплен. Но, как видите, украинские ракеты Storm Shadow не подкачали, уничтожили вот эту самую «Комунну». О чем это говорит? Я считаю, что на самом деле в текущем году Украина должна полностью вытеснить российский Черноморский флот из, собственно, Черного моря. Как вы знаете, наверное, опять же была информация на прошлой неделе, что Украина отказалась подписывать с Россией соглашение о ненападении, по сути дела, на море, на торговые суда и так далее. Из чего я, например, делаю вывод, что, возможно, все-таки у украинского руководства есть где-то в отдаленных планах начать блокаду Новороссийска. И я бы даже предположил, что подобная блокада могла бы начаться после завершения выборов президента США. Но до выборов это нельзя делать, чтобы не портить Барри Байдену картину и чтобы как бы не мешать ему перезбраться на второй срок. Дело в том, что если начнется блокада Новороссийска, то, конечно, цены на нефть взлетят мировые. Почему? Потому что Новороссийска является одним из главных, одним из двух главных портов экспорта нефти в России. Ну и что еще сюда же можно подкрутить? То, что, опять же, на прошлой неделе стало известно, что Украина создала мощнейший флот беспилотников. Точнее, оно было известно, но просто сами беспилотники стали гораздо мощнее. Они уже там потоннее взрывчатки на себе несут, огромные просто заряда. Плюс обучены эти беспилотники, морские беспилотники, то есть корабли на радиоуправлении, по сути дела, они научились стрелять по воздушным целям. То есть на них устанавливаются системы противовоздушной обороны. То есть, по сути дела, такой флот роботов, которые способны будут уничтожать и суда, и военные корабли, и вертолеты, и самолеты прямо и в открытом море, и около берегов Российской Федерации. То есть, по сути дела, Украина, которая начинала войну без флотов, фактически сейчас берет под свой контроль все Черное море. Это очень-очень круто. Перехватывает это море у российского черноморского флота. Ну и плюс, знаете, я тут хотел вспомнить то, что последние несколько недель было как минимум две новости, которые я отметил для себя. О том, что около берегов Крыма были уничтожены, сначала был уничтожен вертолет, потом самолет. Или наоборот. Ну и в общем, по сути дела, не меняет. То есть, россияне тогда долго не могли понять, что случилось. Ну и в конце концов сказать, что это, видимо, стрельба своего российского ПВО по, собственно, российским же вертолетам и самолетам. Сами эти вертолеты и самолеты, они занимались тем, что искали в море, в открытом море, украинские плавающие вот эти беспилотники. То есть, морские беспилотники. И поход, я предполагаю, конечно, у меня свечку не держал, но я предполагаю, что этот самолет и этот вертолет сами могли стать, как бы, отправившись на охоту, сами могли стать жертвой тех самых беспилотников, на которые они охотились. То есть, если на них, уже на этих беспилотниках действительно стоят средства противовоздушной обороны. То есть, Украина берет под свой контроль же не просто море, но и воздух над этим морем. Это еще не все. Британский премьер-министр Риши Сунак ночь была уже в Украине, когда он объявил, точнее, его офис объявил о выделении Украине самого крупного за всю войну пакета помощи. В него войдут 400 бронемашин, как минимум 1600 оружейных систем, там было написано, 4 миллиона единиц боеприпасов, также 500 миллионов фунтов просто деньгами. Всего в этом году Британия собирается выделить Украине военной помощи на 3 миллиарда долларов. Что именно будет поставлено, там, смотрите, уже появилась некоторая информация о том, что будет в пакетах помощи. Потому что оружейная система, как вы понимаете, звучит довольно расплывчато. Так вот, там будет 60 катеров военных, рейдерные и водолазные катера. То есть, это очевидно, какая-то для морского спецназа техника. Будут морские скорострельные пушки, которые, видимо, у них там есть какая-то своя специфика, поскольку они так и обозначены, как морские. Более 1600 противовоздушных ракет войдет в этот пакет помощи. А также 1600 противовоздушных и ракет Brimstone. Ракета Brimstone это ракета, самонаводящаяся, способная лететь около 25 километров, если она запускается с поверхности. То есть, это очень крутое, по сути дела, как беспилотник, только гораздо более быстрый и гораздо более с мощным зарядом. Ну и дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow британцы тоже в этот пакет помощи вносят. Кроме того, там будет 400 единиц наземной техники, в том числе 160 боевых бронированных машин Husky, 162 бронемашины других типов и 78 вездеходов. Все, кроме вот этих 400 единиц наземной техники, это, конечно, оборудование для морской войны. То есть, похоже, все, что касается моря, морских операций, НАТО закрепило в качестве помощи Украине за британцами. То есть, именно британцы, как специалисты в этой области, конечно, они оказывают, как мне кажется, ну, судя по последней информации, наибольшую поддержку Украине именно в морской, военно-морской сфере. Все вот эти скорострельные пушки, водолазное оборудование, ну и все это, как мне кажется, оно послужит целью для, во-первых, добивания Черноморского флота российского, во-вторых, для разрушения Керченского моста, и, в-третьих, для установления блокады, морской блокады Крыма и Новороссийска. Что такое блокада Крыма и Новороссийска? Особенно Новороссийска, это, конечно, разрушение экономики Российской Федерации. Как я сказал, примерно треть всего российского экспорта и импорта идет через порт Новороссийска. То есть, закрыть этот порт, огромная проблема для России в плане международной торговли начнутся. Плюс, это будет означать принудительную демилитаризацию полуострова Крым, превращение этого Крыма, ну, по сути дела, в незащищенную территорию. Крым должен быть фактически отрезан логистически от Российской Федерации, изолирован, поддержание там армии и населения должно стать невыносимо тяжелой и опасной задачей для российского руководства. Ну и, собственно, британские новинки, которые вот были объявлены, я так понимаю, они, их задача будет и достижение, то есть, они будут использоваться как раз для достижения этих целей. На мой взгляд, это была бы самая разумная стратегия или одна из самых разумных стратегий, потому что, помните, Путин там что-то говорил про санитарную зону, мы собираемся установить санитарную зону там вдоль российско-украинской границы. Я так понимаю, что Украина свои представления о том, где должна проходить эта санитарная зона и вполне возможно, что она будет как раз в Крыму. И вот когда Крым будет отрезан полностью от снабжения, тогда в этой ситуации Россия будет очень-очень тяжело удерживать левый берег Днепра, опять же, по логистическим причинам. В Херсонской области имею в виду левый берег Днепра. Доставка туда чего угодно превратится в настоящий логистический акт, потому что это что угодно нужно будет провести из Донецкой области Украины, оккупированной, через все при Азовию, которые постоянно подвергаются обстрелам, бомбардировкам, то есть это очень-очень-очень тяжело будет сделать. То есть очищение всех этих территорий от вооруженных сил России, конечно, будет идти не быстро, это быстро невозможно, быстро только кошки родятся, но оно будет идти уверенно, оно будет поступательно с учетом всей этой помощи, которая сейчас идет в Украину. Крым, Херсонская область, например, лучше всего просматриваются и прослушиваются дронами разведывательными, самолетами-разведчиками НАТО, которые все время окружат над Черным морем, то есть все им видно, что происходит в Крыму и в Херсонской области, поэтому они, конечно, отбиниваются информацией с украинским командованием, и, соответственно, для украинцев будет гораздо проще решать какие-то свои боевые задачи на территории Крыма и Херсонской области. Я имею в виду проще, чем, скажем, в Донецкой области, где гораздо лучше логистика у россиян развита с российской стороны линии фронта. Почему? Потому что там находится Донецк, сам город крупный, который, естественно, является мощнейшим логистическим узлом, плюс там много дорог, много железных дорог и так далее. То есть россиянам все, что угодно делать в Донецкой области в миллион раз проще, чем в области Херсонской в силу логистической развитости этого региона. А вот в Херсоне, в Херсонской области, в Крыму как раз, наоборот, для украинской армии будет действовать существенно проще. Плюс, смотрите, что еще. Украина же этим летом должна получить самолеты F-16. Самолеты F-16, они, конечно, сами по себе неплохие самолеты, но это первое. Но второе то, что если они действуют в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС натовским, то их сила, ну, как бы умножая на 10, потому что они становятся прям суперсильными. И вот если будет там, не знаю, два украинских самолета летать там где-нибудь в Херсонской области, но им будет помогать один радиолокационный вот этот самолет АВАКС, летающий американский над Черным морем, то эти два самолета по своей совокупной силе будут, не знаю, как целый авиаполк российской авиации. То есть это будет очень-очень круто, на это, собственно, и надеемся. Поэтому все уже существующие российские военные базы в Крыму, в Херсонской области, да и не только военные базы, на самом деле там и склады, аэродромы, нефтебазы, комплексы ПВО, электростанции, всякая другая критическая инфраструктура, они будут уничтожаться сейчас и ударами с помощью дальнобойных ракет «Воздух-Земля», запущенных с F-16, как вы понимаете, F-16, например, идеально годятся для запуска всех тех же ракет Storm Shadow. Плюс, конечно же, будут уничтожаться все эти важнейшие российские военные инфраструктурные объекты в Крыму и Херсонской области ракетами АТАКМС, которые, как ожидается, поступят на вооружение вооруженных сил Украины в рамках нового пакета помощи. А вот эти ракеты будут, это практически неизбежно, почему? Ну, потому что они отдельной строкой прописаны в законе, который на прошлой неделе принял американский конгресс, и закон этот уже на текущей неделе должен вступить в силу. Кстати, не, по-моему, даже на этой неделе, не, на прошлой неделе все-таки был принят. В любом случае, смотрите, в чем фокус. Вот этот вот законопроект о оказании американской помощи Украине, я считаю поворотным моментом во всей текущей войне. Более того, я считаю, что с точки зрения российского, например, военно-политического руководства, вот это руководство допустило грандиозный просос, позволив принять этот закон американский, и последствия этого прососа похоронят и Владимира Путина, и всю его бригаду. То есть вот это, я основываюсь на том, что был принят этот закон, я и говорю то, что Украина на этой неделе фактически одержала победу в войне. То есть потом историки будут говорить, вот какой был поворотный момент в войне. И я почти уверен, что будут говорить, вот принятие этого закона о выделении американцами военной помощи Украине. О чем, ну и не только это, кстати, не только это. Потому что тут два фундаментальных события на этой неделе сыграли свою роль. Первое событие, это, конечно, вот этот конгресс и закон о финансовой помощи и поставках оружия в Украину. А второе, там не только в Украину, там еще и Израиль, и Тайвань. А второе, это то, что американцы на этой неделе начали беспрецедентное дипломатическое наступление на Китай с целью недопущения поставок китайского чего угодно в Россию и с целью, чтобы полностью отрезать Китай от России. Например, американский госсекретарь Антони Блинкин на этой неделе от имени стран Большой Семерки предупредил Китай о введении против него, цитата, «карательных мер в случае продолжения помощи Китайской Российской Федерации в войне России против Украины». То есть Блинкин уже не говорит, что мы типа просили бы вас прекратить сотрудничество. Он говорит, что мы против вас ведем, блин, карательный, мы вас будем карать. Это очень серьезно. В предыдущем выпуске, смотрите, в своем я говорил, что Конгресс готов принять законопроект о помощи союзникам США. И в общем так оно и получилось. Действительно, Украина, Израиль, Тайвань получат почти 100 миллиардов долларов. И на мой взгляд важно еще и то, что все эти три страны, они противостоят Китаю непосредственно и союзникам Китая. То есть Тайвань, Израиль и Украина противостоят Китаю, Ирану и России. Россия с прошлого года вела очень-очень сложную игру, нацелена на то, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить Украине в 2024 году получить необходимую ей военную помощь из США и Европы. Дело в том, что именно на этот год, на 2024 год, Кремль запланировал военную победу над Украиной. И для реализации этого плана государственный и военный бюджет 2024 года в России стали просто огромными. То есть все возможные ресурсы запихали именно в резерв, то есть все возможные резервы и ресурсы запихали в бюджет 2024 года. Если сравнивать его с бюджетами предыдущих лет и последующих лет, то этот бюджет просто гигантский. Практически все, что было в руках в распоряжении Владимира Путина, было брошено на то, чтобы в первой половине 2024 года любой практически ценой сформировать огромный наступательный ударный кулак. Ну и летом нынешнего года, когда подсохнут поля после весенних дождей и половодия, когда подсохнет степь, изо всех сил ударить этим заранее сформированным кулаком по украинским позициям. Цель минимума была простая, захватить Луганскую, Донецкую область целиком, плюс город Купинск в Харьковской области. Цель средней желательности, это все то же самое, плюс захват Харькова и или Запорожья, городов уже. Ну и цель максимума это захват Харькова, Запорожья и Днепра с одноименными областями. И желательно, конечно, для россиян было провести к концу текущего года фронт по Днепру, тем самым вынудить Украину к той или иной форме капитуляции. Но для всего этого, для реализации этих планов, конечно, Путину, Кремлю необходимо было максимально ослабить Украину. И даже сейчас делается очень много, в том числе и в информационной сфере, для того, чтобы сорвать украинскую мобилизацию. Конечно, для России критически важно, чтобы никто не шел на фронт сейчас, никто не шел воевать, чтобы как можно больше людей убежало из Украины, не вступало в армию. Сейчас наносятся мощные удары по инфраструктуре, я думаю, вчера видели все, как нанесен удар по, например, Харьковской телевышке. Не жалеют деньги россияне на поддержание таких спикеров, которые говорят, что все пропало, никакой надежды нет, война проиграна и так далее. На это тратятся колоссальные ресурсы. Но самое главное, это, конечно, было усилие Российской Федерации для недопущения западной помощи Украине. В Европейском Союзе ставка делалась на Виктора Орбана, венгерского премьера. Он, конечно, очень старался, нельзя ему отказать в этом, но не смог воспрепятствовать оказанию европейской помощи, когда ЕС поставил под сомнение власть самого Орбана, сказали, что мы тебе денег не дадим, мы тебе санкции введем, если начнешь дергаться. Поэтому Орбан был вынужден снять свои возражения против выделения помощи Украине. И там был принят закон, постановление Евросоюза о выделении Украине 50, по-моему, миллиардов евро. Но США даже важнее, чем Европейский Союз. Почему? Потому что все оружие, железо, что называется, для войны, оно практически все американское, за небольшими исключениями. Все российские Z-каналы в последнее время дружно пели одну и ту же песню по этому поводу. Песня была такая. У украинцев заканчиваются обычные и, самое главное, кассетные боеприпасы, то есть российская боевая техника и пехота смогут идти вперед без всяких препятствий, потому что украинцам нечем будет их обстреливать. Но самое главное, у вооруженных сил Украины почти не осталось ракет для средств ПВО, поэтому авиация российская начнет себя чувствовать гораздо более свободно. То есть уже сейчас были сообщения о том, что Су-25, фронтовые штурмовики российские, буквально кружат постоянно над линией фронта. Ну и, конечно, Су-34, реактивные бомбардировщики постоянно применяли КАБы. То есть и КАБы, и ФАБы, эти огромные авиабомбы планирующие, которые стали действительно главной проблемой вооруженных сил Украины, потому что это лом, против которого просто нет приема. На раннем этапе войны россияне еще использовали, помните, был такой артиллерийский огневой вал, потом артиллерийские снаряды стали заканчиваться, стали использовать мясной вал, то есть идти вперед огромными массами пехоты, а так, например, брали Бахмут. Ну а теперь используют эти КАБы и ФАБы, как их называют в российских СМИ, чугуней. То есть, на самом деле, хоть это оружие не слишком замысловато, оно простое, как лом, и против него действительно очень тяжело что-то применить, потому что 20 сбросов тонн, полуторатонных КАБов или ФАБов делают винегрет из любой линии обороны, нельзя так, там, никуда не спрячешься, не закопаешься, это невозможно просто. Забрасывают этими бомбами украинские позиции с самолетов, потом просто идут вперед. Отбиваться в УСУ могут только дронами, если эти дроны есть, если дронов нет, приходится отступать. Кстати, давайте скинемся на дроны для 79-й бригады, сейчас вот идет сбор, я помогаю этому сбору, все координаты, все реквизиты, как обычно, в описании к этому ролику. Но даже дроны не всегда помогают, поскольку самолет дроном ты не собьешь, а на волны, огромные волны пехоты, всех дронов не хватает. Еще раз при этом, дроны очень сейчас нужны, давайте скинемся на дроны. Ну и самые умные российские Z-блогеры, военные эксперты писали примерно такое, давайте прям процитирую. Очень жаль, что мы сейчас теряем уйму людей и техники в этих атаках, но совершенно очевидно, что у вооруженных сил Украины все меньше и меньше снарядов и средств ПВО, они выдыхаются, им уже нечем отбиваться к лету или даже в мае, такими темпами у них просто не останется снарядов, людей у них тоже мало, поэтому фронт их посыпется. То есть, ну они еще там жаловали, что типа, конечно, тупое российское командование могло бы добиться и всего того, всего того же самого, без огромных потерь в живой силе и технике, кино получилось как получилось, в любом случае очертания разгрома вооруженных сил Украины уже просматриваются. То есть, у них была вот такая картина, надежда была, они готовились к тяжелой, кровавой, но все-таки победе этим летом. Думали, что это будет похоже, ну там уже сравнение, исторические параллели всякие проводились бы, говорили, что это может быть похоже на какое-то сражение Второй мировой войны в исполнении маршала Жуканина, штурм Берлина, да, помните, когда там огромные потери советских войск, там 200-300 тысяч человек буквально за нескольких дней погибали, но задача при этом выполнялась, Берлин был захвачен. Учитывая, что ожидающиеся потери там сотни тысяч человек, то есть все российские вот эти Z-блогеры без особой радости об этом всем писали, но все равно с облегчением, потому что они все-таки ждали своей победы, ждали капитуляции Украины, ждали завершения войны на их условиях. То есть у них была, может быть, не самая приятная, но абсолютно ясная, логичная, желаемая картина того, что должно случиться на фронте поздней весной и наступающим летом. После визита Такера Карлсона в Москву, надо сказать, после разговора Такера Карлсона с Владимиром Путиным, когда через Такера, через журналиста с Трампом было заключено фактически неформальное соглашение о взаимопомощи, и когда люди Трампа в Конгрессе заняли абсолютно пророссийскую позицию, начали продвигать российские нарративы и российскую точку зрения, в Кремле особо никто не сомневался в том, что американская помощь Украине заблокирована как минимум до осени. Вы можете посмотреть любые предыдущие выступления российских экспертов, российских каких-то спикеров, российские пропагандистские передачи, почитать российские телеграм-каналы, но они все в один голос говорили, что бояться уже нечего, короче, опасность предоставления американского оружия Украине нейтрализована. До инаугурации следующего президента, то есть до января 2025 года, ничто, никакое оружие в Украину из США поступать не будет. С точки зрения Кремля, Украина оказалась полностью обезоружена, то есть беззащитна перед вот этим натиском, гигантским натиском, в который вложены все возможные ресурсы, резервы и усилия Кремля. И, собственно, Кремль тем временем быстро-быстро наращивал производство оружия, закупался в Северной Корее, в Иране, в Китае. Все думали, что победа уже очень-очень близка. Но она оказалась не близка. Что именно случилось, давайте в следующей части расскажу. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.